Всем доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! У нас сегодня четверг, за окном темно, мокро и сыро. У Мирона с Витей вчера поднялась вечером температура, и мы все остались дома. Сейчас я буду готовить завтрак, и уже через часик пойду на немецкий. На завтрак я приготовила брускетту с томатами, у меня оставался тыквенный хлебушек, отварная картошка, брокколи, цветная капуста, нут, морковка, овощной салат и брускетта. Вот это уже настоящая осень, с сильным ветром, с дождем. Такой соблазн был большой остаться дома. Витя болеет, лежит, Мирончик играет. Но все-таки собрала себя в руки и пошла. Кстати, по поводу учителя я так ничего и не решила. Для себя я решила одно, что если бы я не привязалась бы уже к новому учителю, не прониклась бы к нему, и также я с Олей, с Юлей подружилась, наша группа мне уже знакома, понятно. Если бы не вот эти все факторы, то, скорее всего, я бы с легкостью просто перешла в ту группу, в которую я изначально и хотела. А теперь уже много сдерживающих факторов. Сегодня я точно останусь еще у своего старого учителя, а там уже подумаю. Смотрите, какая гора листьев под ногами. Вот она, наша церковь, и здесь проходят курсы немецкого языка. Мы со двора всегда заходим. Я опять одна, единственная, пока никого нет. Надеюсь, что все опаздывают, а то, может, я опять одна буду учиться. Я пришла, и меня встретили сразу два учителя. Один, к которому я сейчас хожу, и другой, который вот вчера мне написал. Я пришла, поздоровалась, и такая думала, какой класс мне идти. Ein Elefant ist ein Tier, das in Afrika oder Indien lebt. Двойной Satz. Siemens ist eine Firma, die Mitarbeiterin in der ganzen Welt hat. Плюс пункт Deutsch ist ein Lernbuch, das beim Deutschlernen hilft. Eine Lehrerin ist eine Person, die in der Schule arbeitet. Плюс пункт Deutsch ist ein Lernbuch, das beim Deutschlernen hilft. фонарика хорошо что они еще продаются не против деревянных где-то визу а вот именно номер он в прошлом году тоже покупали но он был маленький и он ее разгрыз нато новую покупать 2 евро она стоит уже с фонариком у нас наступила настоящая осень ветер дождь холодно смотреть какие деревья уже прям осень осень зашла в турецкий магазин взяла счастливые остатки роскоши 249 поехал и взяла вот этот вкусный сезонный виноград мы легли посмотреть фильм он такой классный называется короче говоря вчера мы начали заинтриговал сюжет но нам уже надо было идти спать вот сегодня мы решили опять его посмотреть ветер все еще болеет температура растет мирончик играет с бабушкой она пришла к нам в гости я лежу смотрю киношку сегодня кстати немножко прояснилась картина по поводу моего учителя по немецкому языку он сегодня пришел к нам на урок и сказал что на следующее занятие мы можем прийти к нему потому что наш учитель уезжает в отпуск на 10 дней так что в следующий раз я уже пойду вот к тому который мне вчера написал и пригласил к себе на занятия короче эта ситуация как-то решилась сама собой на ужин у нас сегодня то же самое что и было на завтрак еще осталось я просто разогрела картошка брокколи цветная капуста нут и огурчик я сейчас на скорую руку сварила супчик он у меня с рисом с чечевицей с картошкой зеленьки чеснок, морковка и лук. Все закинула, водичкой залила и вот поварила немножко. Витя попросил суп, захотелось ему покушать. Добавила еще сюда чесночок, перчик, чтобы его прогрела. Доброе утро, друзья! Мы проснулись, улыбнулись, хочется сказать, потому что мы очень хорошо спали. Обычно мы в 6 уже встаем, сегодня мы проснулись уже в 8 часу, выспались, все хорошо. Единственное, Витя, конечно, все еще болеет и было бы идеально сегодня посидеть еще один денек дома, но нам нужно доехать до моей знакомой, отвезти посылку, потому что завтра она уже уезжает в Калининград. Так что сегодня еще надо найти время для того, чтобы доехать, отвезти посылку и в принципе будем сидеть дома. А за окошком у нас золотая осень, смотрите, какие лихие! Все, красота! На завтрак у нас овсяная кашка на овсяном молоке с медом и бананом. Уже разогрела духовку, сейчас буду печь тыквенный хлеб на закваске. Сумки с гостинцами у меня готовы здесь. Я уже вам показывала сладости, кофе, всякое такое приятности, вкусности для родителей, для моих братьев, для племянников. В этой сумке детские вещи, из которых Мирон уже вырос. Я стараюсь их тоже всегда отправлять, не накапливать. И здесь одеяло летнее. У нас есть летнее одеяло, а у нас еще две пары лишних летних одеял, поэтому я их тоже туда отправляю. И это простынь. Только что достала наш тыквенный хлебушек из духовки, ждала, пока он испечется, теперь уже можно ехать. Мы вышли из дома, в 10 утра, поехали отвозить посылки. Нам ехать, кстати, по навигатору в город Ботроп, я думала полчаса, а навигатор показывает, как бы не час. Ну ладно, скоротаем два часа в пути. О, нам полчаса еще осталось. Я думала, ты уснул, сынок. Я в курсе. Мы с Мирончиком забежали в Альди, решили купить еще рождественский штолен. Это в благодарность Насте за то, что они нам посылки отвезут. Осталось уже две минуты, мы стоим на светофоре и будем подъезжать. Я показывала вам, что я приготовила три сумки для родителей, там, одеяло, сладости и детская одежда. И вы знаете, Настя мне сказала, что для одной моей сумки места не будет. Ну, в принципе, это ожидаемо было, потому что, правда, я так прям много собрала, да, не наша машина. Но Настя меня предупредила о том, что они едут до Калининграда, оставляют там машину у моих родителей и дальше они летят на самолете уже в Москву. Поэтому она сказала, что мы без проблем возьмем вещи. И я как-то так немножко обнаглела и вместо одной сумки собрала три. Но с другой стороны, ничего страшного, мы тогда одеяло оставим у нас. Все равно они никому не понадобятся до лета. До лета мы уже как-нибудь их потом привезем. Так как Витя сейчас болеет и Настя на работе, ее муж тоже на работе, мы, в принципе, даже не пересечемся. Мы оставим вещи в их гараже и поедем домой, назад. Все, мы вещи отдали. Настин муж встретил, так что нам не пришлось разбираться, как попасть в гараж, проникнуть. Он нас встретил, все хорошо, все отлично. Они, оказывается, уже сегодня вечером в 10 в 11 будут выезжать. Так что, наверное, уже под утро приедут. Смотри, какой лес красивый, разноцветный. Все, отправляется к моей маме и к папе приветик от нас. Я пытаюсь посмотреть романтический фильм, а вот этот ребенок меня отвлекает. Приготовлю обед, лук отправляю на растительное масло. Натерла сюда две большие морковки. Сюда же я отправляю домашние помидоры, остатки роскоши. Можно посолить. Томатную пасту добавляю и добавлю банку белой фасоли. Белая фасоль моя самая любимая. Накрою крышкой, немножко потушу. В конце к фасоли добавляю зелень и чеснок. Нарезала тыквенный хлебушек наш. Наш обед. Гречку отварила, луком зажарила, фасоль с помидорками, с луком и с морковкой. Морковка свежая, тост с авокадо, свежий огурец, помидор. И здесь обжарила тофу в водорослях Нори. Покушали, смотрим сказку 12 месяцев и мы с Мироном играем. А наш папа спит. У него температура опять выросла. Я какое-то кино смотрела, но 3 часа шло. И когда я его закончила смотреть, за окном уже было так темно, наступил вечер. Так что я заварила себе чай, Витя тоже заварила чаёк, попью чай. И в принципе уже будем готовиться ко сну. У Вити поднялась температура 39,2. Его вообще не отпускает. Вчера вечером была 38,5. Сегодня уже 39,4 была. Сейчас 39,1. Ну что, дорогие друзья, я уже вышла с вами попрощаться. Такое не сильно конструктивное видео у нас сегодня получилось, но как есть. Лето закончилось, наступил осенний-зимний период. Мы стали чаще болеть. Слава богу, пока меня это не коснулось, но Витя уже болеет. Это естественно отражается на всех, потому что мы рядом с ним, мы его поддерживаем, мы его лечим, мы о нём заботимся. И на это тоже уходит много сил и времени. Надеюсь, что вы там держитесь, не болеете. А если болеете, то недолго. И надеюсь, что очень-очень быстро выздоравливаете. Буду с вами прощаться. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Благодарю вас от всей души за то, что вы меня поддерживаете. Спасибо за ваши комментарии, за то, что делитесь моим видео и, конечно же, за просмотры. Всего вам самого хорошего и доброго. Обязательно увидимся в новом видео. Пока-пока!